Участок поля, который тушили ночью, продолжает дымиться. Накануне здесь лежали несколько тюков сена. Официальную причину того, почему они загорелись, сейчас устанавливают следователи. Площадь пепелища 800 квадратных метров. Житель села Монастырского Иван Щипайкин рассказывает, зарево было такое, что он подумал, где-то горит целая деревня. Опасался, большой пожар может дойти и до его. Огонь, зарево такой. Я думал, какая деревня горит. После посмотрел, вроде дома целые. Думаю, в поле там нет. Солом, может, подожгли. О том, что бывает, когда кто-то поджигает солому, отлично помнят жители соседнего села Зыково. Там по похожей причине год назад сгорели три жилых дома. Тогда официальной версией пожара стало неосторожное обращение с огнем. Или попросту кто-то бросил непотушенную сигарету. Загорелось прямо вот здесь, между домами. Загорелось. И сарай. И сарай. Там проводка, тут никто не жил. А здесь никого нет. Пока на улице еще стоит теплая погода. Опасность возгораний велика, предупреждают пожарные. Сколько раз за последние несколько дней они выезжали на тушение, не уточняют. Но рассказывают. В республике сгорели несколько дачных строений. Из людей никто не пострадал. 30 сентября 2020 года в 1 час 12 минут, а позже в 1 час 37 минут в пожарно-спасательную службу города Саранск поступило сообщение о пожаре в районе Ключеревских дач. В результате пожара повредены 4 бесхозных строений на общей площади 16 квадратных метров. Причина пожара устанавливается. Неосторожное обращение с огнем – это статья административного кодекса. Доказать, что конкретный человек случайно устроил пожар на улице, сложно. Но если получится, то можно выписать штраф до 5000 рублей. В случае со сгоревшим сеном в селе Монастырском тоже сложно поверить, что кто-то специально поджег рулоны. Хорошо еще, что огонь не пошел дальше по полю. Сухой травы здесь много. Людмила Кусерова, Александр Зюзяев. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова